Добрый день, Сергей Валерьевич. Обращаемся к вам уже в третий раз. Второе обращение помогло. Мы встретились с Эгоценюком, задали вопросы, были профильные министерства, экологии, культурного наследия. Но срок, опять-таки, ответ не дан. И помимо этого, мы не знаем, какое решение принято, как нам помогут. Это раз. Второе. На местах чиновники продолжают душить уже, то есть выставлять шламбаумы, запрещать собственников жилых домов проезд к своим домам. Вы проезжайте, но мы вас будем штрафовать. На аргументы, что в правительстве рассматривается наш вопрос, смеются в лицо, то есть просто вот такое отношение. Издеваются над народом. На слова, аргументы, что жители по 252-му оформляют свои строения, то есть вами, как главой республики, было дано шанс людям оформить. Они не обращают на это внимания и, соответственно, продолжают штрафовать, создавать условия невозможности подъезда к нашим домам. Соответственно, на аргументы, что не дай бог какая-то ситуация, будет пожар, будет скорая помощь, не смогут проехать и оказать первую помощь. Просто смех в лицо и выражение того, что они сами разберутся. Это не ваша проблема. Мы считаем это не так, потому что вот недавнее событие тоже показало, что скорая пыталась проехать полночь уже. Наши жители открывали ей ворота и ждали до полуночи, чтобы закрыть эти же ворота, чтобы чужие не это. Ну, на что, опять же, чиновники, которые поставили этот забор, сказали, что они, как говорится, будут это отрицать, и, соответственно, скорая тоже самая будет отрицать пожарники. Мы говорили со скорой. Да, то есть вопрос идет, почему так происходит. Просим помочь, все-таки не кошмарить людей, а дать возможность им узаконить, чтобы на местах, просто складывается впечатление, что на местах чиновники как-то не выполняют ваши указания, и вот это тяжело с этим бороться. И пытаются сказать, что я, как председатель, не иду на встречи с администрацией. О какой встрече говорить? То есть мы всегда обращаемся, мы приезжаем на все, то же самое встречи с Гоценюком, но мы не получаем ответа. Вот так. Жители еще скажут свое мнение, но в целом ситуация такая. На территории поселкового совета появился заказник, и дома попали на территорию заказника. Сейчас людям запрещают проезд к их домам, и я считаю эту ситуацию недопустимой и просто опасной. Необходимо обеспечить доступ людей к домам, в которых они проживают. Хочу уточнить, по срокам рассмотрения встречи с Гоценюком, экология должна была дать решение до 15 июля, культурное наследие до 20, судакская администрация до 1 предоставить комиссии. И, соответственно, пригласить как минимум на вторую встречу и озвучить какие решения, возможности, для того, чтобы решения и возможности о законодательном уровне, и какие действия мы должны делать, чтобы узаконить и перенести эти границы, и закрыть вопрос раз и навсегда. Также хочу сказать, что вот по границам, которые поставили шламбаум, межевые знаки, которые были установлены еще в 2000-х годах, вот находятся. То есть блок находится вот с этой стороны, и по эту сторону столбика. Это территория поселка. Соответственно, они не могли устанавливать здесь завод по факту, потому что это поселковое средство, это не блок. Земля общего пользования. Я местные жители, проживаю в кооперативе, горные. Меня очень возмущает эта ситуация. Мы договорились поставить парковник, поставили парковник, они сказали, это не наша территория. Это мы договорились, присутствовал начальник лесхоза, они установили второй шлагбаум. Я не могу понять, для чего у нас существует лесхоз. Лесники. Еще при Украине, даже здесь находились, присутствовали наряды полиции, ходили лесники, был порядок. Сейчас лесхоз хочет за счет нас, чтобы нас защемить, елки-палки, и решить свои проблемы. Мы не против. Я лично думаю, многие жители кооператива, горные, тоже хотят порядка. Но почему-то тот же прокурор нашел время, приехал сюда, посмотрел, у него не было никаких замечаний. Я не понимаю, что отвалятся ноги у того же начальника лесхоза, у администрации. Давайте соберем группу представителей кооператива, встретимся с администрацией, решим вопрос. Я думаю, многие меня поддержат, жители кооператива горных. Мы сами заинтересованы, чтобы не заезжали машины. Мы даже за счет кооператива можем установить телеблоки, натянуть сетку, сделать что-нибудь нормально, чтобы не заходили туда машины. Но не шумили людей. Мы даже, я думаю, тоже многие согласятся со мной, по 100-200 рублей с участка, особенно летом, как, собирать. Мы можем нанять уборщиков, чтобы ходили, убирали территорию. Потому что лесхозу это не надо совершенно. Пройдите ближайшее... Везде это все завалено в можжевельнике, этим мусором. Но вчера, я не знаю, инспектор или кто, Назорова, схватил этот замок, карман и текает домой. Я лично своих кровных 4,5 тысячи потратил на ключи. Сделал 30 ключей. Теперь что-то людям. Здесь большинство пенсионеров проживают. Каждому дорогая копейка. Я настаиваю, чтобы встретилась администрация, лесхоз, прокуратура. Есть решения судов. С каждым временем все переносится эти границы. Раньше это была территория сельского совета. Вы забрали сельский совет и все законы в свою пользу. Сделаны федеральными законами. По федеральным законам, то что получается? Завтра вы можете посносить эти участки? Пока лесхоз, это переносили, завтра поздно. Все было хорошо. Как только источник дохода истяк, они начали, короче, мудрить.